В тюрьме моей профессией стало укрепление тела, наращивание силы и поддержание себя в отличной физической форме. Я обучался этому искусству не в комфортном зале в окружении загорелых качков и затянутых в спандах девиц. Я весил всего 68 килограмм при росте в 183 сантиметра и был похож на пожарную каланчу. Все заключенные играют на слабостях своих собратьев. В этом месте ты понимаешь, что у тебя нет выбора и тебе просто необходимо быть сильным. Именно по этой причине многие заключенные тренируются и выбирают для себя спорт вне зависимости от того, есть у них для этого условия или же нет. Вокруг тренировок заключенных ходит немало слухов. В свободном доступе можно прочитать о невероятных рекордах Пола Уэйда, который подтягивался до 50 раз на одной руке. С другой стороны Кали Масл, который выйдя из тюрьмы весил 120 килограмм чистых мышц. И как на самом деле обстоят дела в местах, куда нам с вами точно не хотелось бы попадать. В этом выпуске мы разберем тренировки заключенных в условиях, казалось бы не предназначенных для спорта. Постараемся выяснить, каких результатов на самом деле можно достичь, находясь за решеткой. Существуют ли там качалки, как нам это часто показывают в фильмах и еще многое другое. Поэтому колотите любимый напиток и давайте начинать. Конечно, любое наше представление о тюрьме будет в какой-то степени ложным, ведь их огромное количество и условия будут сильно различаться от страны, года постройки, предназначения, строгости режима и много чего еще. Так, например, в 1998 году в Калифорнии ввели запрет на тренажерные залы, потому как заключенные могли использовать грифы и свободные веса для драк и самообороны. Также были не разу фиксированы случаи нападения на смотрителей. Однако по сей день в некоторых колониях еще остались свободные веса, которые тщательно прибиты цепями к полу и стенам. Но даже такие качалки в наши дни весьма редко явление. Поэтому самый реальный способ тренироваться в тюрьме это, конечно же, собственный вес. И даже если вы питаетесь недостаточно или не одарены генетикой, вы все равно сможете выглядеть рельефно и все равно сможете набрать достаточную мышечную массу. Проблема в тюрьме это только то, что вы, конечно же, не раскроете свой потенциал на максимум. К тому же спорт это именно то, что спасло многим заключенным жизнь и то, благодаря чему они обрели для себя. новый смысл жизни. Наверняка вы слышали такие имена, как Кали Масл, Крис Луэра или вышеупомянутый Пол Уэйд. Все эти люди не раз говорили о том, что спорт на том или ином этапе их жизни стал причиной того, чтобы жить дальше. Ведь лучший способ забыть о прошлом – это найти себя в настоящем. Даже Арнольд Шварценеггер не раз посещал исправительные учреждения с целью направить агрессию заключенных в нужное русло и показать им, чего можно достичь, если регулярно заниматься спортом. К слову, в те годы еще не ввели запрет на свободные веса, и многие заключенные могли себе позволить полноценно заниматься бодибилдингом. К тому же это была, как ее называют, «золотая эра». Культуризм только набирал обороты, и видя Арнольда, все тут же загорались идеей построить такое же дело. Конечно, о применении препаратов тогда мало кто знал, а информацию можно было получить только из журналов. Такой информационный вакуум лишь помогал отбывающим срок не терять мотивации и верить в то, что они тоже могут выглядеть подобным образом. Арнольд же считал, что спорт может вылечить лучше, чем любое в кавычках «исправительное учреждение», и что очень важно дарить позитивные эмоции, особенно если находишься в месте, где все изначально настроены на обратное. В 2004 году молодой парниша по имени Райан Фергюсон попал в тюрьму штата Миссури. То, как выглядел парень, вы можете видеть на этом фото. Его приговорили к 40 годам. Забегая наперед, скажу, что родители мальчика, боролись за досрочное освобождение, которого им удалось добиться в 2013. Но тогда молодой Райан понимал, что, скорее всего, ему придется отбыть все 40. Однажды визит отца изменил его жизнь, ведь тот сказал следующую фразу «Сын, я не могу тебе помочь. Ты должен стать сильнее и умнее, чем все остальные в этом месте. Только это позволит тебе выжить в этих условиях. А уж мы с мамой займемся твоим освобождением». Эти слова настолько сильно врезались в голову парня, что он тут же решил взять себя в руки и начал тренироваться. К слову, парню повезло. В их тюрьме находилось пару блочных тренажеров и достаточное количество свободных весов для тренировок. По словам парня, когда их отпускали в общий двор, заключенные большую часть времени трепались друг с другом и из трех сотен человек серьезно занимались только 50. Но также отметил, что к спортсменам, добившимся результатов, уважения было гораздо больше, чем к остальным. А по истечении нескольких лет, когда парень заметно поднабрал, у него все чаще стали спрашивать советы по тренировкам. Ведь все осознавали тот факт, что этот парень находится в точно таких же условиях, что и другие. Он питается также, находится в такой же самой камере, как и все. У него ровно такое же время на восстановление, и при этом он от месяца к месяцу становится все лучше и лучше. К слову, вот как выглядело тело Фергюсона после освобождения. За 8 месяцев до освобождения он решил написать несколько страниц текста для своих сокамерников, такой себе гайд по тренировкам. Вскоре за первой страницей пошла вторая, и парень осознал, что ему есть что сказать и написал целую книгу. Его освободили, и Райан продолжил свою страсть уже в нормальном тренажерном зале. Сейчас этот парень есть в инстаграм, его профиль называется Life After 10, то есть жизнь после 10. Его историю показывали на Нетфликсе, а год назад он добавил фото своей нынешней обновленной формы, которая, как вы видите, выглядела очень и очень достойно. Все это абсолютно натурально, по словам спортсменам, и результат этому безукоризненная дисциплина и большое количество ежедневной работы над собой. Тренировались заключенные довольно банально. Я думаю, не скажу вам ничего нового, если упомяну такие упражнения, как отжимания от пола, отжимания в стойке на руках различные, разгибания на триспес, приседания, скручивания на пресс и прочее базовое движение. Предлагаю разобрать именно те аспекты, которые непосредственно влияли на прогресс и заставляли заключенных расти даже в таких неидеальных условиях. Друзья, перед тем, как перейти к разговору о принципах роста, хочу предложить вам посетить онлайн-вебинар с Тарасом Тычинским. Там вы узнаете, как построить мощное тело, используя лишь собственный вес и элементы воркаута. Эта информация не просто какой-то мусор, а реальный опыт практика. И цена, ну просто смешная, поэтому загляните в описание и прочитайте подробности. Ограничение по записи всего 50 человек, ну а мы погнали разбирать обещанные аспекты роста заключенных. Первый аспект это соревновательный интерес. В качестве развлечения заключенные могли отжиматься на количество раз. Приседали на одной ноге и использовали различные усложненные формы отжиманий, что привело к такому важному принципу, как прогрессия нагрузок. Также они часто использовали друг друга в качестве отягощения, причем даже тут с приобретением достаточного количества силы можно было садить себе на спину того, кто потяжелее. А поскольку нагрузка от человеческого веса в отличии от штанг и гантелей имеет свойство распространяться неравномерно, то в работу шли еще и мышцы-стабилизаторы. Этого было вполне достаточно, чтобы нагрузить себя как следует. Второй принцип прогрессии это фокус и вовлеченность в процесс. Ни для кого не секрет, что 90% посетителей современных тренажерных залов просто зеваки, которые очень часто не преследуют никаких целей и ходят просто за компанию. Я даже слышал о том, что некоторые бизнесмены используют дорогие фитнес-клубы как инструмент нетворкинга, то есть знакомятся там с другими успешными людьми, которые, возможно, будут им полезны в будущем. Заключенные же, в свою очередь, занимаются на результат и преследуют вполне себе понятную цель – стать сильнее и мощнее визуально. Такой фокус и отсутствие лимита времени на тренировке позволяют тренироваться намного больше и продуктивнее, чем это происходит у большинства обывателей. А такой фактор, как перетренированность, тоже не более чем миф, ведь тело само подскажет, когда ему уже хватит, а также вполне себе легко со временем адаптируется к 5, 6, а иногда даже 7-дневному режиму. Многие из воркаутеров, о которых я делал обзоры, не следуют абсолютно никакому режиму питания и тренируются интуитивно по 5-6 дней в неделю, и это не мешает им выглядеть рельефно и круто. Ну и что уж скрывать, в некоторое из тюрем заключенным удавалось приносить и фарму. Тот же Калли Масл яркое тому подтверждение. Буквально недавно он наконец признался в ее применении, хоть это и было очевидно всем, кто хоть немного понимает, что такое бодибилдинг и натуральное телосложение. Конечно, все эти забредельные силовые рекорды в виде 50 подтягиваний на одной руке – не более чем миф, которые распространяли по интернету все, кому не попадя, для того, чтобы придать значение самой персоне Пола Уэйда, имя которого, к слову, является псевдонимом, а не настоящим именем. Такими же слухами обрастали множество именитых заключенных, включая также Чарльза Бронсона, о котором писали книги, снимали фильмы и который, по легендам, чуть ли не гнул стальные решетки голыми руками. Но реальность и кинематограф находятся, к сожалению, слишком далеко друг от друга, и единственное, чему мы хоть как-то можем доверять, это истории настоящих и ныне живущих людей, вроде Райана Фергюсона, о котором я рассказывал в рамках сегодняшнего сюжета. Выводом из этого видео лично для меня служит тот факт, что главным фактором, влияющим на какие-либо достижения, является банальная тяжелая работа, и в тюрьме это отчетливо проявляется. А иначе, как объяснить тот факт, что в одних и тех же условиях кто-то добивается результата, а кто-то лишь трепет языком и бесконечно спрашивает, как ты этого достиг, научи меня, или в чем секрет, а может ему просто повезло и у него хорошая генетика. Но главным секретом является то, что везет только тем, кто работает, и чем больше они работают, тем больше им везет. Субтитры создавал DimaTorzok